Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В советское время многие мальчики в детстве мечтали стать космонавтами. Когда-то эта профессия считала самой популярной. Множество программ было посвящено невероятной космической теме. Сегодня сделаем шаг навстречу космосу. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 10 лет ожидается большой спрос на специалистов в космической сфере. Появятся перспективные вакансии не только для людей, желающих покорять просторы Вселенной, но и для тех, кто готов к активной деятельности на Земле и непосредственно связанной с аэрокосмической отраслью. Сегодня в программе мы расскажем о профессиях будущего. Какие из них будут самыми востребованными и высокооплачиваемыми. Какие знания и навыки нужно иметь будущим специалистам, куда пойти учиться. Я представляю гостя в студии проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрей Брониславович Прокофьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, скажите, пожалуйста, кого же на сегодня готовят в Самарском университете имени Королева? Ну, сегодня наш университет, это университет такой многодисциплинарный, широкий. Но поскольку тема сегодняшней нашей передачи связана с 12 апреля, мы, наверное, больше будем говорить о направлениях, связанных с аэрокосмической деятельностью. И в этой части университет готовит специалистов, ну, скажем так, по всем профилям. Это и проектанты, и конструктора, и расчетчики, и технологи, и организаторы производства. То есть люди, обеспечивающие весь жизненный цикл аэрокосмической техники. Но еще один вопрос, который очень часто задают, а многие из них потом работают по специальности. Да, совершенно верно. И тут, наверное, надо ответить для себя, а что такое по специальности? Например, если человек изучал газотурбинные двигатели, а затем работает эксплуатантом на газоперекачивающих станциях, это по специальности или нет? Я думаю, да, конечно. Правильно, потому что газоперекачивающая станция, ее основа является все тот же газотурбинная, ну, газотурбинная установка, газотурбинные двигатели. Или человек изучает системы управления энергетических установок, а затем работает на автоматизации технологических процессов пищевых производств. Принципы, заложенные там и там, то, что он изучил в университете, в общем-то, ему позволяет достаточно легко найти себя и в других отраслях сферы жизни. То есть универсальные очень, да, вы даете знания, которые можно применить в различных областях. Да, понимаете, мы пытаемся как раз и соединить и узкоспециальные знания достаточно глубоко давать, но и все-таки давать широту образования именно для того, чтобы человек мог найти себя и в других сферах жизни. Но вот все-таки, Андрей Брониславович, кто ваши абитуриенты и студенты? Все-таки это романтики, которым интересны вселенные или прагматики, желающие получить востребованную и вот сейчас, как очень модно говорить, конвертируемую специальность? Понимаете, вы так задаете вопрос, как будто или-или, а что нельзя быть... Да, да, и как раз вот наибольших успехов добываются именно те ребята, которые и очень живо, всесторонне смотрят на мир, на устройство вселенной и пытаются все это постигнуть. Благодаря этому хорошо учатся, получают глубокие знания и, в общем-то, потом востребованы на рынке труда. Раз профессионалист востребован на рынке труда, он неплохо и зарабатывает. Главная наша задача в этом плане как раз научить ребят учиться, учиться всю жизнь, постигать новое всю свою жизнь. Вот это вот, я считаю, главная задача образования в университете. Какие сегодня интересные, актуальные вы могли бы озвучить направления, которые как раз готовят специалистов именно в аэрокосмической отрасли? Уникальные, может быть, которые есть в университете? Вы знаете, я хочу сказать, что все направления, связанные с аэрокосмической сферой, по-своему уникальны, потому что заставляют очень системно смотреть на предмет того, что мы изучаем. А мы знаем, что ракетно-космическая техника, авиационная техника, двигатели этих объектов – это самые технически сложные объекты, которые придумало человечество. И чтобы понять, как они работают, надо очень глубоко вникать во все процессы. Поэтому, ну и те люди, которые непосредственно связаны с аэрокосмической техникой, это специалисты, очень востребованные на рынке труда, но и в последнее время очень высокий спрос абитуриентов мы наблюдаем на специальности, связанные с IT-сферой. В аэрокосмической деятельности IT-сферы также чрезвычайно востребованы, потому что все системы управления летательных аппаратов, все системы управления двигателей, ракетно-космической техники, они, безусловно, тоже основаны на использовании тех навыков программирования, которые изучают IT-специалисты. Но, как мы говорили, что значит работать по специальностям, IT-то вообще востребовано кругом в настоящее время. И вот пандемия как раз нам показала, что спрос на IT-специалистов возрос кратно. Вот так даже. Хорошо, ну а все-таки я хочу поговорить с вами о научных направлениях в ВУЗе. И скажите, пожалуйста, какие из них являются ведущими? Уж вам, да это, наверное, очень хорошо известно, да? Ну, знаете, в университете более ста научных подразделений. В 2020 году, вот в прошлом году мы провели большую работу, попытавшись как-то классифицировать, вот как-то сгруппировать, систематизировать вот эти вот все научные подразделения. И выделили в итоге решением ученого совета 10 так называемых стратегических направлений научных исследований университета. Эти стратегические направления включают и инженерные такие вот науки. Ну, в первую очередь это и аэрокосмическая техника, и двигатели летательных аппаратов, и производственные технологии. Но среди приоритетных стратегических направлений университета есть и фундаментальные науки, такие как физика, химия, математика. А есть и такие направления, как экономика и право, коммуникации в социально-гуманитарном знании. То есть такие вот гуманитарные направленности, направления. Я еще раз подчеркиваю тем самым, что университет наш очень широкопрофильный в настоящее время. Андрей Берниславович, вот скажите мне, пожалуйста, а есть ли разработки какие-то или исследования, по которым самарские университеты знают в России, и я даже не побоюсь спросить вас, в мире? Давайте я, наверное, с мира тогда начну. Да, пожалуйста. В настоящее время группировки малых космических аппаратов, она состоит из трех космических аппаратов. Это Самарский университет. Все три аппарата сейчас функционируют, находятся на орбите. Я еще раз повторяюсь, это единственный университет в мире, который может этим похвалиться в настоящее время. Могу привести примеры и другой продукции. Например, в университете есть такое направление, связанное с производственными технологиями, как магнитно-импульсные технологии. Это очень высокоэффективные технологии обработки, ну скажем, листовых заготовок. Университет разрабатывает и сами технологии, ну как конечный продукт, и производит эти магнитно-импульсные установки, которые у нас периодически заказывают предприятия не только России, но и за рубежом. Мы уже подставляли такие магнитно-импульсные установки в Китай, Финляндию, Соединенные Штаты Америки, Швейцарию. Я считаю, что это тоже, ну как бы, признак мирового уровня наших разработок. Чем еще мы гордимся в качестве примера? Ну это, наверное, уже такая разработка уровня, больше известная на российском уровне, Международной космической станции, на которой есть российский сегмент. Все знают, что космонавты, ну, обязаны, вынуждены поддерживать свою физическую форму в условиях невесомости. И у них есть такая тренировка, как бег. Бегают они, ну, так же, как и мы, на беговых дорожках, но есть некоторые особенности. На МКС невесомость. Вот сначала такой беговой дорожки в российском секторе МКС не было, была только американская. В американском секторе, и наши космонавты там тренировались. Ну, сами понимаете, мы таким образом как-то становимся зависимы, а вдруг нас не пусть. То есть если космонавт не может тренироваться, вот этот вид тренировок, его, ну, по регламенту обязаны достаточно быстро снять с космической станции. И вот мы вместе с Институтом медико-биологических проблем РАН разрабатывали такую беговую дорожку. Изготовили ее в нашем университете, и она сейчас находится на Международной космической станции. Мы при ее разработке решали важную проблему виброизоляции этой беговой дорожки от космической станции. Потому что, ну, чтобы, может, это покажется шуткой, но действительно космонавт может, вообще говоря, раскачать там антенные устройства, солнечные батареи МКС, если войдут в резонанс вот при его беге. Такая дорожка сейчас разработки нашего университета находится на Международной космической станции и эксплуатируется. Я тоже считаю, это очень такой успешный проект нашего университета. А кто вообще занимается вот этими разработками? Ведущие ученые университета совместно, вот как вы сказали, с ведущими предприятиями нашего города, либо тоже принимают участие в этом и молодые ученые университета? Да, безусловно, молодежь играет огромное значение. Вы знаете, у нас такая легенда есть в университете, но она, наверное, такая по всей Самарской области. Когда Николаю Дмитриевичу Кузнецову, легендарному конструктору двигателей авиационных, поручили сделать ракетный двигатель с очень высокими характеристиками, он позвал выпускников нашего университета. Да, опытные пожилые его сотрудники сказали, это сделать невозможно. Он позвал наших молодых выпускников университета, сказал, ребята, молодежь, вот такая задача сделайте. И они сделали. Они не знали того, что это сделать нельзя, и опираясь на свой багаж знаний, сделали это. Вот это, на мой взгляд, роль молодежи, которая сейчас очень актуальна. Они зажжены идеями, они их генерируют. Пожилые опытные люди иной раз думают, их нельзя воплотить, они это делают. Но вообще, это, конечно, быль, на самом деле, это не легенда, это быль. Но я хочу сказать, что все крупные, серьезные проекты научные сейчас реализуются не в одиночку, а большими коллективами. И, конечно, наиболее эффективен тот коллектив, где есть и молодежь, и люди среднего возраста, и опытные люди. Когда работают в тандеме, командой. Но вот все-таки, согласитесь со мной, что именно для молодых ученых нужно создать обязательно условия, чтобы они занимались научными разработками, какие условия созданы у вас? Да, очень важно. Вот именно первые несколько лет, когда человек после завершения университета остается в аспирантуре, ему, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, у него, конечно, есть разного рода материальные ограничения, потому что молодежь в это время создает семьи, у них рождаются дети, им нужна поддержка, в том числе всесторонние, и материальные, и такая моральная, все виды поддержки. Ну, наши лаборатории очень хорошо оснащены современным научным оборудованием, поэтому молодежи интересно работать в лабораториях, но администрация университета оказывает и всемирные, ну, такие виды материальной поддержки. У нас в университете действует бальная рейтинговая система стимулирования труда, ну, всех научно-педагогических работников, я хочу сказать, что вот в рейтинге, вот там, скажем, топ-20 вот этой бальной системы, там, ну, половину мест точно занимают молодые ребята, которые очень энергичны. Есть и система поддержки именно молодых научных и педагогических работников, и вот, ну, в каком-то смысле и для наших ребят могу адонсировать, вот в ближайшее время будут объявлены результаты конкурса этого года, и победители, а таких 20 человек, будут получать ежемесячную, достаточно существенную надбавку к заработной своей плате из средств университета. Существует и множество других конкурсов на проведение научных исследований, в которых ребята могут принимать участие. Это конкурсы и регионального значения, есть стипендия губернатора, ну, для обучающихся, какими являются вот молодежь. Есть областной конкурс молодой ученый, в котором три номинации – студент, аспирант и молодой защитившийся ученый. Очень интересный конкурс, где очень охотно принимает молодежь участие. Есть также областной конкурс для молодых конструкторов, в котором люди вот того профиля, который мы сегодня обсуждаем, тоже очень активно принимают участие, тоже получают меры поддержки. Есть федеральные конкурсы. Вот только утром сегодня было совещание по поводу молодежных конкурсов Российского научного фонда, где можно получить грант на выполнение научных исследований. В прошлом году был конкурс в рамках государственного задания на науку, где на конкурс представлялись заявки по созданию лаборатории под руководством молодых ученых. И две лаборатории нашего университета победили в этом конкурсе. И вот сейчас возглавляются молодыми ребятами до 39 лет, которые уже, конечно, защитили кандидатские диссертации. Сейчас вот в рамках этих лабораторий активно работают над докторскими. Это мы говорим о научных исследованиях. А ведь есть группа людей, которые, получив свой научный результат, хотят его куда-то внедрить, хотят создать предпринимателям, создать свое собственное предприятие. И для этой категории ребят есть поддержка фонда содействия инновациям, есть конкурсы «Умник», «Старт». Активные ребята всегда найдут чем себя занять. Вмени своего таланта. Вы знаете, не отходя от темы молодых ученых, я сейчас предлагаю на эту тему, у нас есть замечательный сюжет. Давайте прервемся и внимательно его посмотрим. На аэродроме Бобровка Кенельского района такого еще не было. Вместо взлетов и посадок самолетов и вертолетов готовится запуск ракеты. Экспериментальный, почти двухметровый вариант летательного аппарата на твердом топливе сделали студенты Конструкторского бюро Самарского научно-исследовательского университета имени Сергея Королева. Воплотить мечту в жизнь им помогало руководство завода «Прогресс». За подготовкой и запуском ракеты они наблюдали вместе с ректором ВУЗа. Такого масштаба и такого размера ракеты запускается в Самарской области впервые. Понятно, что это модель. Понятно, что запускается на многих аэродромах России, но запускается меньшего масштаба. Для Самарской области, конечно, такая высота и такой размер это делается впервые. Студенческое конструкторское бюро в Самарском научно-исследовательском университете заработало 10 лет назад. Французское космическое агентство пригласило ВУЗ поучаствовать в фестивале студенческих разработок в сфере космонавтики. Так технический кружок по конструированию самолетов превратился в ракетостроительный. Эту ракету капелла МЛ студенты от начала до конца придумывали и собирали сами. Ученые ракетно-космического центра «Прогресс» готовы уже сейчас взять их в свою команду. Я когда заканчивал университет, у меня этого не было. Очень жаль. Но ребят этих мы с удовольствием возьмем к себе на работу, без разговоров абсолютно. Потому что ребята не только технически, так сказать, теоретически подкованы, но и применяют свои знания на практике. На создание экспериментальной ракеты ушло 9 месяцев. Она состоит из трех частей. В верхней находится бортовая электроника, в центре парашютная система возвращения на землю, в хвосте двигатель и стабилизаторы полета. Ракета должна была взлететь на двухкилометровую высоту и приземлиться. Все задачи были выполнены на отлично, радуются молодые конструкторы. Все, что хотели, реализовали. Полетела она по расчетному. Апогей составил порядка 1700 метров. Так что в целом, да, все, все как планировалось. Я наблюдал за полетом в основном по данным телеметрии. То есть я ориентировался на цифры и флаги, потому что они дают больше информации, чем визуал. И, в принципе, по ним все проходило штатно. Подготовка ракеты к взлету проходила полтора часа. Ее запуск и возвращение на землю с помощью двухступенчатой парашютной системы телеканал «Самары ГИС» транслировал на свой сайт и в социальные сети. Андрей Брониславович, расскажите, пожалуйста, вот, а как это все отражается на работе ученых университета? И меняется ли все-таки вот направление и подход, самое главное, к выбору приоритетов? Ну, я немножко больше, может быть, отвечу. Вот наш университет был участником проекта 5.100, ну, где ставилась задача по повышению рейтинговых позиций университетов в международных рейтингах. Я считаю, университет справился хорошо с этой задачей. И вот буквально на днях были подведены итоги этого проекта. Но это уже осталось в прошлом. Что делать дальше? И мы вот в конце 2020 года, в начале 2021 года в университете разработали стратегию развития университета на период до 2030 года. В этой стратегии в плане научных исследований есть такое понятие «браунфилд» и «гринфилд». «Браунфилд» — это, ну, те направления, которые уже известны, сильны в университете, и они будут развиваться и дальше. В качестве таких вот примеров «браунфилда», например, могу привести направление авиационного двигателестроения, где мы работаем совместно с акционерным обществом «Кузнецов», которые входят в структуру объединенной двигателестроительной корпорации. К современным авиационным двигателям предъявляются все более и более жесткие требования по экологичности, по снижению вредных выбросов. И у нас есть научно-образовательный центр газодинамических исследований, где как раз решается, эффективно решается задача снижения вот таких вот выбросов в отработавших газах и газотурбинного двигателя. Это вот типичный «браунфилд». И наши ученые принимали участие в создании двигателя «ПД-14». Это вот отечественный двигатель сейчас, который проходит такие финальные испытания. Уже начали работать над двигателем «ПД-35». А совместно с «Кузнецовым» самарским предприятием мы сейчас ведем разработку нового двухвального газогенератора. Газогенератор – это сердце авиационного двигателя, который будет отличаться повышенной топливной эффективностью. То есть, грубо говоря, потреблять меньше топлива за единицу расстояния полета. И будет отличаться высокой экологичностью. Мы ставим перед собой такую задачу, которую, я уверен, мы решим вместе с предприятием. Если мы создадим такой газогенератор, он будет лучшим в мире. Не в России, а в мире. Это тоже такая очень амбициозная задача. Но это вот, как бы я говорю, браунфилды, которые продолжают развивать те направления, которыми уже известен университет. Но мы в стратегии развития университета прописали и гринфилды. То есть, совершенно новые для университета направления, которые сейчас находятся на передовой границе науки. Как, например, развитие системы искусственного интеллекта. И мы сегодня говорим, например, об одном из приложений искусственного интеллекта. Это для диагностики, ну, например, таких сложных технических объектов, как двигатель. Когда вот эта вот система искусственного интеллекта, действующая на основании информации, поступающих с датчиков, развешанных на двигателе, говорит, что ресурс этого двигателя вот такой-то там. До замены масла вот столько-то времени. То есть, эта вот система такого искусственного интеллекта будет заранее предупреждать эксплуатантов, когда нужно провести те или иные виды регламентных работ. Но это если говорить о технике. Мы уже сейчас провели серьезную работу по использованию, например, как пример, системы искусственного интеллекта для анализа общественного мнения в соцсетях. Вы когда в соцсети вбиваете какой-то комментарий, таких же комментариев миллионы. И анализировать, ну, человеку постичь это невозможно. А вот компьютер, основанный на использовании нейронных сетей, может обработать эти миллионы сообщений и понять, чем, скажем, дышат те или иные социальные возрастные категории людей. Такая разработка уже сделана в настоящее время. Пример Гринфилда, реализованного в университете. Еще один интересный пример. Я могу привести интересный пример междисциплинарных исследований. Как я говорил, университет широкопрофильный. У нас развивается направление беспилотных летательных аппаратов в университете. И у нас есть очень мощная группа археологов. Так вот, они нашли общий язык, используют данные съемки с беспилотных летательных аппаратов для определения возможных мест расположения геологических артефактов под землей. Интересно. Скажите, а вот эти все исследования, они доступны для молодых, для опытных ученых вашего университета? Либо к этому может прикоснуться и студенты университета? Ну, вы тут прямо в самую точку попали. Не то, что могут. Как раз вся наша основная задача и направлена на то, чтобы вовлекать студентов в научные исследования именно на первом, втором, третьем курсе, когда они только вошли в университет, чтобы они сразу себя чувствовали нужными, полезными научными лабораториями университета. Вы востребованы сами, главное, в учебном процессе. Скажите, пожалуйста, а где вообще в основном студенты проходят практику, помимо ваших лабораторий, которые находятся на базе университета? С какими еще предприятиями вы сотрудничаете, Андрей Брониславович? Ну, если говорить про практики, если говорить про аэрокосмическую сферу, то сегодняшняя наша тема, то мы очень благодарны нашим партнерам, которые предоставляют возможность нашим студентам проходить на практике. Это и ракетно-космический центр «Прогресс», и предприятие «Кузнецов» двигатели строительные, авиаагрегат предприятия. Ребята очень охотно идут на практику, потому что они видят реальный производственный процесс. Все-таки, находясь только в стенах университета, о нем можно рассказать, но важно и это увидеть, и принять участие. Тем более мы живем-то в Самаре космической, да? Безусловно, да. Грех этим не воспользоваться, конечно. Но все-таки вот в начале программы я говорила о престиже этой профессии. И вот, как же повторю опять по словам аналитиков, эти профессии будут в ближайшие 10 лет востребованы. Вы согласны с экспертами? И вот все-таки проанонсируйте направление обучения в ВУЗе. Вот какие самые перспективные специальности вы можете дать? Это очень сложный вопрос, и ответ на него неоднозначный. Я искренне считаю, что все направления, на любом направлении подготовки, где бы ты ни учился, можно стать успешным человеком, если тебе это нравится. Если ты это делаешь, ну, как говорится, в охотку. Если ты встаешь утром, и тебе хочется узнать что-то новое в той сфере деятельности, которую ты выбрал, тогда ты будешь успешным человеком. А если, ну, извините, тебя родители заставили куда-то поступить, что тебе неприятно, и тебя из-под палки каждое утро заставляют заходить на занятия, наверное, это не тот вариант. Вот те ребята, которые поступают к нам в университет, будут поступать в ближайшее лето. Я бы им рекомендовал, в университете сейчас проходят дни открытых дверей. Да, можно прийти познакомиться, конечно. Надо знакомиться с университетом и выбирать то, что тебе нравится. Вот это самое главное при определении своей специальности будущей. Андрей Брониславович, скажите, а помогаете ли вы будущим абитуриентам сориентироваться в специальности в выборе будущей профессии? Ведь это тоже очень, согласитесь, важно. Если, допустим, молодому человеку интересна кому-то физика, кому-то химия, вот, и ведь очень много направлений специальности образования, это, ну, просто из-за одной программы, то, наверное, не перечесть. Вот выбрать именно ту, где он будет успешен. Вы знаете, очень правильный вопрос задали. Я бы так ответил. Ну, вот приемные кампании прошлого года, 20-го, она проходила, ну, когда уже вот спад заболеваемости коронавирусом наблюдался, но еще все-таки был достаточно высокий уровень, поэтому приемная кампания реализовывалась, вообще говоря, по нормативной базе дистанционно. То есть абитуриенту, чтобы подать документы, вообще не нужно было приходить в университет. Но мы с первых дней этой приемной кампании почувствовали, что ребята приходят в университет именно для того, чтобы получить ответ вот на этот вопрос. И у нас каждый год реализовывается такая вот, ну, я ее не могу назвать рекламной кампанией, а разъяснительной кампанией. Абитуриент может прийти в определенное место университета, где расположена приемная кампания, где находятся преподаватели всех направлений университета, он может подойти к конкретному своему будущему преподавателю и поинтересоваться, а чем вот, чему он его научит. Организуются в этот период времени и экскурсии по университету. То есть вот определился, например, хочу авиационную технику. Тебя обязательно проведут по лабораториям, связанным с авиационной техникой, и ты посмотришь, а действительно это тебе нравится, ты готов туда. Не понравилось что-то, давайте попробуем другое направление двигательное. Не понравилось, может быть, тебе больше фундаментальную науку, давайте по физическим лабораториям, по химическим пройдем. Такую работу мы ведем с каждым абитуриентом, который вот стоит перед выбором своей будущей специальности. Скажите, а преемственность профессии сейчас так же актуальна, как вот, скажем, в советское время? Вот я уже об этом сегодня говорил. Очень важно понимать, что те знания, которые получил в университете, и вот если есть надежда, что я отучился там 4, 5 или 6 лет в университете, и дальше буду эксплуатировать всю свою оставшуюся жизнь вот этот багаж знаний, нет, это ошибочно. Достаточно быстро появляются новые технологии, они требуют новых знаний. Поэтому вот очень важно в течение всей своей жизни быть готовым повышать квалификацию, и получать дополнительное образование. Это сейчас является важнейшим условием эффективного, успешного специалиста. Скажите, пожалуйста, почему сегодня стоит выбирать учебу в Самарском университете? Ну, вообще-то наш университет входит в первые, ну, в мировых рейтингах первые 6 сотен. Казалось бы, 6 сотен не так мало, но с другой стороны, в рейтингах рейтингуется 40 тысяч вузов. Это только те, которые вообще рейтингуются. Сколько-то есть, которые не попадают вообще. И вот из 40 тысяч мы находимся на позиции там около 600. Представляете, какая это верхушка айсберга? То есть это явно признание того, что университет дает высокое качество образования. Ну, а направление подготовки каждый выбирает, конечно, сам. У нас их огромный спектр. На все вкусы жизни я глубоко убежден, что вот есть такой тренд, когда люди уезжают в вузы Москвы, Петербурга. Наше образование ничуть не хуже. А Самара город прекрасный. Ну что же, спасибо вам большое. Мне остается вас поблагодарить за очень интересное интервью. Ну и, конечно, я предоставляю вам заключительное слово для поздравлений. 12 апреля, конечно, дата очень праздничная. И вы к ней лично, Андрей Брониславович, имеете, конечно же, отношение. Пожалуйста. Спасибо большое. Я очень признателен вам за возможность поздравить всех жителей нашего региона, который действительно является космической столицей страны. Для нас этот праздник – это не пустые слова. Очень многие принимали и принимают участие в аэрокосмической деятельности нашей страны. Есть традиции, когда отцы, деды работали в этой сфере. Космос – это не только славное прошлое нашей страны. Это, безусловно, и будущее человечества. Я поздравляю всех с этим праздником. А молодежи желаю внимательно посмотреть на эту сферу, как будущее приложение своих жизненных сил. С праздником. Спасибо огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова